И последний образцовый правком. Именно так отзываются о профсоюзных работниках 12-й обогатительной фабрики у Дачнинского ГОКа. На сегодняшний день в правкоме состоит 78% сотрудников предприятия. На чем строится работа в профсоюзном объединении, выясняла Анна Потах. Обогатительная фабрика номер 12 является крупнейшим алмазодобывающим предприятием компании «Алроса». Численность членов профсоюза профалмаз здесь тоже показательная – 78% от всего коллектива, то есть 386 человек. Такой цифры удалось добиться благодаря хорошей разъяснительной работе. За лучший информационный стенд правком получил первое место на конкурсе «Лучшая информационная работа». Возглавляет профсоюзную ячейку Евгений Кравченко. На этой должности он 5 лет. Мой личный секрет в том, что я отношусь к каждому работнику, члену профсоюза так, как я хотел бы, чтобы относились ко мне. То есть бывают неотложные дела, что надо срочно какие-то бумаги, какие-то отчеты предоставлять. Заходит человек, я откладываю все вот эти срочные дела, выслушиваю его проблему. То есть работник видит, что его слушают, ему уделяют время, что ему хотят, в общем-то, помочь. Стоит сказать, что профсоюзные дела Евгений Кравченко совмещают с основной деятельностью слесаря-ремонтника. Работы всегда хватает, поэтому у председателя правкома 12-й такое же количество заместителей, или так называемых правгруппоргов 12. Кроме повседневной работы, раз в месяц они проводят общие заседания. Юридическая поддержка какая-то, если возникают вопросы, возьмем, к примеру, те же графики отпусков, когда составляются. Если возникают какие-то проблемы с руководством, то мы можем прекрасно обратиться к нашему председателю профсоюзного комитета. И это, в общем-то, все решается, людям идут навстречу. Обогатительный процесс на фабрике идет беспрерывно. Многие работают по сменам, но если речь заходит о различных мероприятиях, в которых обычно участвуют молодые специалисты, то руководство всегда идет навстречу и освобождает от работы. Неважно, какой вид спорта – волейбол, футбол, плавание – на предприятии всегда найдутся желающие защитить честь коллектива на городских соревнованиях. Это подтверждает и количество наград на стенде при входе. Правком обогатителей никогда не стоит на месте. Ежегодно они организуют конкурсы. Вот и сейчас, перед Новым годом, проходит конкурс стенгазет и оформление своих помещений. Тем самым коллеги создают себе и окружающим праздничное настроение. Практика доказывает, что профсоюзное движение необходимо на любом предприятии. И чем ближе к людям, тем сплоченнее коллектив, а значит и работа эффективней. Продолжение следует...